Друзья, всем привет! С вами Горбунов Сергей. Сегодня небольшие новости у нас на участке. Расскажу свой отзыв вот о таком шланге, растягивающемся с пистолетом. Наверное, с него я начну. Купили вчера в Мерлене. Где-то в районе 1200 он стоит. В комплекте идет пара переходников, вот этих насадок. И есть вот этот вот сам пистолет. Там много всяких функций. Но очень достаточно удобный шланг в плане того, что он не тяжелый. Он растягивается и, в принципе, хорошо все с ним поливается. Вот сейчас я покажу. Вот, то есть, я его отсюда подключал. Ну и вот, примерно вот туда до конца, чтобы поливать ту часть у забора, в принципе, все достает. Но какой минус большой? То, что он, наверное, не сильно долговечный. Потому что я сразу его открыл. И потом смотрю, уже у него идет протечка. Протечка идет. То есть, либо я тут, а что-то, может, задел. Сейчас покажу. То есть, может, а какую-то иглу, может, а какой-то кустарник. Вот, скорее всего, я вот за этот кустарник задел. Вот. И он очень острый. И, видите, тут жена немножко подгадала, конечно, мне. У нас тут самое место для полива идет, да. И вот подключаешь, естественно, он тут проходит в этом месте. И, скорее всего, когда я туда вот двигался, он, наверное, задел вот эти вот иголочки. Тут прям очень острые иголки. И, наверное, его проткнул. Хотя, может быть, на самом деле, и это все изначально он был. Я сразу не посмотрел. Так. Ну, я думаю, надеюсь, мне его поменяют. По поводу дальше. По поводу, значит, новостей по участку. Сейчас посмотрим. Вот. Вот, вон, сам шланг сушится. Также в Мерлене купили вот такие вот ограждения. Потому что она прикопала. Одна упаковочка. Там 300, что ли, рублей, 250, если я не ошибаюсь. И на 3 метра они составные идут. И вот так вот они смотрятся. Но, естественно, их надо прикапывать в землю. Ну, мне кажется, на один сезон. Потому что и выгорят, и, я думаю, снегом их всех потом нужно. И, конечно, заново будет их монтировать. Вот. Ну, так вроде смотрится. Мне больше дерева, да. Тоже. Мне тоже дерево больше нравится. Тут посадили жимолость. Говорят, что урожай уже на следующий год ягоды. А через год, через два года, то есть уже можно прямо хорошо поесть этих ягод. За баней пока пространство как-то облагораживать не буду. Потому что тут у меня, видите, склад оставшихся каких-то материалов. И плюс тут вот газоблока. Это вот для внутренних перегородок. И остался, считай, полподдона такого газоблока. Трехсотого. И сделаю я тут хранилище для дров. Будет баня. Они уйдут. Вот сам дом. Тут начал немножко сходить сам газон. Я его каждый вечер уливаю из шланга. В этой области уже газон прям такой зелененький. По сути, его уже можно стричь. А там вдали, если посмотрим, он зашел вот именно только в одном месте. Хотя сажали одновременно. Все делали одновременно. Но вот, кстати, уже пробивается он. Так, и все-таки он уже начинает пробиваться и тут. То есть начинает постепенно сходить. Но тут сажали не так часто. Не так сеяли его часто. Поэтому, может, придется и подсевать. Вот видите, хотя вроде вчера поливал. Но земля прям такая очень твердая. И вот он сейчас сходит как раз вот в местах вот этих образований трещин. Вот так вот. Вот тут вот такая красота у нас клумба. Очень красиво смотрятся желтые одуванчики, пока они желтые. Ну, а тут вот спереди у меня задумка убрать вот эту гору обрезков деревянных. Распилить на дрова 30-35 сантиметров. И вот в этой области сделать уже тоже газон. То есть разровнять, раскидать вот полудородный слой, перепахать, во-первых, утрамбовать, присыпать полудородкой все и засеять тоже газон. Вот так вот все это выглядит на широкоформатном объективе. Вот так вот этим надо будет заняться над дождей. Так, друзья, ну у меня на этом все. Пишите, какие у вас дела по участку. Пишите комментарии, ставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Горбунов Сергей. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok